Иван Ус, кандидат экономических наук, главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований. С нами на связи. Иван, приветствуем вас. Рады видеть. Приветствуем вас, Лейла Юрий, и приветствую телезрителей. Иван, так я хотела сказать, Иван, но мы же с вами, не только с вами, уже два, даже больше, чем года, говорим о том, что Росатом. Почему же, извините, что так говорю, но руки не доходят до Росатома? Вопросе как раз ограничений, в вопросе санкций. И вот все время, да, мы вспоминали ту же Францию, где атомная энергетика на серьезном уровне, другие страны, где как раз очень много контрактов, давайте говорить как раз с тем же Росатомом и так далее, и так далее, и так далее. Как вы считаете, почему же все-таки сегодня все чаще можно услышать о том, ну и вот уже есть реальные шаги по вопросу как раз ограничительных мер в отношении Росатома? Неужели все, я позволю себе так сказать, игроки как раз на этом таком вот локальном уровне, на этом таком локальном, да, ну, майданчике, площадке, они согласились пойти на это? Вот хочется понять. Либо же им необходимо было, вот иногда возникает мысль, что, возможно, им необходимо было два года для того, чтобы они нашли какие-то иные пути для себя, чтобы далее, возможно, перестроиться? Ну, на самом деле, вся история санкций, которую мы наблюдаем, по сути, даже с 22-го, напомню, февраля, первый пакет санкций был за два дня до начала полном штабной войны, она заключается в некой формуле, суть которой простая. Пока есть зависимость, санкции не вводятся. Как только избавляются от зависимости от России, моментально санкции возникают. Классический пример нефть, когда они знали, как жить без российской нефти, на европейском рынке никто санкций не вводил против российской нефти. В декабре 22-го года поняли, что можно это сделать, все, сразу начались санкции против нефти. То же самое и атомная энергетика, и уран, который поставляет Росатом, и ТВЭЛы, который он поставляет. То есть, когда понимали, что без поставок от Росатома сложно, всегда, как говорится, под сукно прятали папочку с названием этой компании и говорили, что нет, мы не можем, нет, это опасно, нет, это делать нельзя. Сейчас видим, что с большой вероятностью вот эта зависимость, которая была, нашли ответы, как от нее избавиться. И, соответственно, уже Соединенные Штаты Америки сделали первый шаг. Это при том, что в 2023 году Российская Федерация была основным поставщиком обогащенного урана в Соединенные Штаты Америки. И несмотря на то, что вроде, казалось бы, такая большая зависимость, основной поставщик США вводят санкции против российского урана. А, соответственно, сейчас, как говорится, мяч на поле Европы. США свой ход сделала. Я понимаю, что им где-то проще, может быть, его было сделать, чем в Европе. Сейчас будем ждать, какие будут действия Европы. В Европе 27 членов Европейского Союза, разные голоса. Кто-то говорит, что надо делать, как, допустим, Германия, которая не сильно, скажем так, зависит от атомной, от генерации атомной энергии. И Франция, наоборот, основа ее энергосистемы, это атомная энергогенерация, они пока сдерживаются. И плюс Венгрия, где строят Россия АЭС, и обслуживают, вернее, даже ее АЭС, там тоже говорят, что пока нельзя. Но чем больше вот это ощущение, что можно прожить и без России, и понимание, как это сделать, тем больше вероятность, что санкции будут. То есть, если оно будет достаточно весомым, вот это понимание, что без России можно, думаю, санкции против Россатума моментально возникнут. Иван, ты знаете, не то, чтобы и можно, можно, но и нужно. Я думаю, что два слова нам стоит совмещать. Давайте еще поговорим о санкциях, о том, как сейчас проводится соответствующее обсуждение и работа над тем, чтобы вот эти лазейки, их убрать, которыми Россия пользуется для обхода санкционного давления, или же, да, усилить где-то еще эти ограничения для того, чтобы больнее бить по карману Путина, да, из которого он черпает тот финансовый ресурс, исключаемый на ведение боевых действий. Итак, новый план действий по усилению санкционного давления на Россию представила группа Макфола-Гермака. Об этом говорится на сайте Офиса Президента Украины. Документ под названием Action Plan 3.0 содержит конкретные шаги, которые могут существенно подорвать экономический и военный потенциал Российской Федерации. Это необходимо для прекращения агрессии против Украины. Но среди предложенных мер конфискация замороженных активов Российского Центробанка и передача их Киеву в качестве экономической поддержки. Кроме того, предлагается вести полный эмбарго на российские уран, алюминий и сталь. Ужесточить экспортный контроль и контроль за соблюдением ограничений. Вести вторичные санкции против компаний, помогающих Москве обходить ограничения. Авторы документа также настаивают на признании России государством-спонсором терроризма. Иван, ну смотрите, тут на поверхности, да, первее, да, с чего хотелось бы начать, это история с активами, да. Как вам видится развитие? Вот ситуации, какие возможные сценарии? Поскольку, знаете, вот мы сейчас видим, по сути, ту же историю, ту эволюцию, понимание у стран Запада, которые мы наблюдали, в частности, касаемо предоставления вооружений. Какие там? Вы что? Какие САУ? Нет, никогда. Какие патриоты? Ну, сейчас мы об этом не только говорим, мы реально вот это получаем. Понятное дело, возможно, есть вопросы, каким образом и в каких количествах, но, да, мы об этом говорим. Если мы говорим об активах, да, к чему идет, по вашему мнению? Какая, возможно, рабочая схема сейчас, ну, она выглядит наиболее приемлемой для стран Запада? Ну, действительно, эта история тянется сначала полномасштабной войны, причем, если мы сейчас вспомним, давайте, март, там, апрель 22-го года, то Европейский Союз, когда заморозил российские активы, в прессе писало, что они будут переданы Украине. Тогда, в марте, апреле, даже мае, пожалуй, 22-го года, не возникало никаких сомнений, что вот это может что-то произойти. Но где-то в июне Центральный банк ЕС сказал, что нет, это делать нельзя, это подорвет доверие к европейской экономике. И с тех пор запустилась вот эта дискуссия, которая по сегодняшний день продолжается, поскольку Европейский Центральный банк боится что-то делать, говорит, что это подорвет доверие, а Соединенные Штаты Америки чуть меньше, скажем так, с опаской к этому относятся. Но вот если мы сейчас посмотрим на эту дискуссию, что лично нравится мне в ней, что к ней присоединяются мировые ученые и к ней присоединяются юристы. Юристы, которых опросил Блумберг, говорят, что нет проблем, опасения, что это незаконно, говорят, это абсолютно законный шаг, и, собственно, его надо делать. И они предлагают на латынице ergo somnis термин, то есть преступление против всех, то есть квалифицировать действия России как действия, направленные против всего мира, подрывающие мироустройство, и на этом основании у нее забирать деньги. А экономист Джозеф Стиглиц, он говорит, что смотрите, что, во-первых, когда есть опасения, которые в основном доминируют в Европе, что нельзя сделать передачу Украине активов, так как это подорвет доверие к Европе, он говорит, смотрите, когда их заморозили, это подорвало двери? Нет, не подорвало. Где эти активы находятся? Они находятся не в странах глобального юга, не в каких-то других странах, они находятся в странах запада. Поэтому, он говорит, это должно быть коллективное решение. Поэтому, когда Соединенные Штаты Америки принимали вот этот закон по поводу конфискации российских активов, там было написано, что вступает в силу после решения Большой Семерки. То есть, безусловно, имелось в виду как некий такой первый шаг, то есть вот мы шаг сделали со своей стороны, теперь мы ждем от вашей стороны жеста, и не думайте, что мы его не сделаем, мы его, по сути, уже да, закон принят, мы ждем вас. А дальше Стиглиц говорит, что если не передать эти деньги Украине, то это создает некий сигнал любой стране в мире о том, что она может подрывать мироустройство и быть уверенна, что с ее деньгами, которые хранятся на Западе, все будет хорошо. Плюс он также говорит, что смотрите, что когда выделяется помощь Украине, но он говорил про Соединенные Штаты Америки, это американские ученые, то, по его словам, 90% всей этой помощи физически в Соединенных Штатах Америки остается, поскольку это заказы на военные предприятия, которые в США, и оружие, которое США дает Украине, это же, по сути, деньги, которые они платят своим же производителям вооружений, то есть, по сути, работают на их экономику, что также, в принципе, нельзя говорить, что это США теряет эти деньги. Поэтому активы замороженные, это то, что должно работать на Украину, и единственный, кстати, важный момент, который он очень аккуратно затрагивает, что не стоит вот эти замороженные активы Центрального Банка России рассматривать как некие 100%, то есть максимум. По его мнению, максимум – это эти деньги плюс деньги подсанкционных граждан России, которые, скажем так, также заморожены по всему миру, и там сумма может достигать 1 триллиона долларов, то есть не 300, о которых все говорят, миллиардов, а 1 триллион. Это тоже важно для того, чтобы понимать олигархам, которые близки к Путину, что они также могут расплатиться за ошибки, которые сделал Путин, и это должно подталкивать их в теории к вот этой пресловутой табакерке, которая уже неоднократно играла руку. Далее, есть опасения, помимо экономики и распределения, что это может повлечь исторические какие-то аналогии, то есть это Германия боится, что вот это решение, которое будет принято, его будет как прецедент использовать страны, которые имеют претензии к Германии со времен Второй мировой войны. Польша в 1922 году подала иск на 1,5 миллиарда евро, потом его отозвало уже во время правительства Дональда Туска, но тем не менее, что мешает следующему правительству Польши опять его подать. Итальянские судьи тоже принимают такие решения, поэтому здесь надо прописать, что оно не распространяется на другие случаи. Что же касается варианта, который я вижу, то, как мне кажется, будут выпущены ценные бумаги, долговые обязательства под замороженные российские активы. На основании вот этих, вернее, по номиналу этих обязательств Украине будет предоставляться помощь. А долговые обязательства будут касаться России, и пока Россия их не оплатит в будущем, ее никто не вернет в мировую, скажем так, торговлю без санкций, то есть санкции с нее сняты не будут. Это, мне кажется, неплохой вариант. Что касается вот дискуссий про прибыли, прибыли, которые есть от российских активов, их сейчас надо будет использовать не на восстановление Украины, а на вооружение Украины. А вот сами активы, это то, что надо будет использовать уже, собственно, для восстановления Украины, либо вот ценные бумаги, которые под них выпустят, эти суммы пойдут на восстановление, и будут ждать, когда Россия оплатит эти долговые обязательства тем, кто их выпустит. Вы знаете, Иван, тут каждый пункт, вот исходя из этого, скажем так, Action Plan 3.0 по санкциям против Российской Федерации, можно по каждому пункту отдельно говорить, потому что очень много таких аспектов, которые заслуживают внимания. Часика 2-3 где-то. Да, ну серьезно, теневой флот, но на самом деле мы уже обсуждали, как с ним, да, что можно с этим делать, и вот об этом усилении контроля за соблюдением потолка цен на нефть, это очень важно. Но тут есть еще этот пункт о полном эмбарго, да, фактически, как раз не только российского урана, но алюминия и стали. Хочу как раз на этом остановиться, насколько я понимаю, как раз, ну, вот вопрос алюминия и стали тоже может привести к таким вот серьезным последствиям для Российской Федерации. Возможно, это будет видно не сразу же, да, как многие думают, что вот сегодня утверждаем так пакет санкций, завтра все заработает. Да нет, не так работает история в экономике. Точно так же, на самом деле, даже если завтра будут сняты частично какие-то санкции по отношению к Российской Федерации, это не значит, что сразу же казна Российской Федерации, благодаря тому или иному продукту, я в кавычки возьму, да, на который были наложены санкции секторальные, в частности, это не значит, что завтра же потекут деньги рекой, как тоже многие думают, потому что есть прецеденты, когда очень долго могут действовать те санкции, даже которые сняты были, потому что, ну, опять же, так работает экономика. Но если мы говорим об алюминии и стали, насколько здесь все-таки такие моменты, ну, скажем так, будоражат, как и говорю, говорю как есть, будоражат сегодня умы, например, тех россиян, которые владеют тем или иными сегодня предприятиями, которые занимаются алюминием и сталью. Безусловно, там для Олега Дерипаска, который занимается алюминием и других бизнесменов, их много в России по стали, тот же Лисин, который владеет новолипецким металлургическим комбинатом, который в последнее время что-то прилетает. А для них вот эти санкции, они проблемы, скажем так, создают гораздо более глубокие, чем кажется, по той простой причине, что я с вами полностью, Лейла, согласен, что когда мировая торговля, она работает к принципу создания, скажем так, создания долгоиграющих связей. Когда вы привыкли с кем-то торговать, вы как бы годами это делаете. Когда из-за санкций вы не торгуете с тем, с кем нельзя торговать, вы ищете альтернативу. И когда санкции снимаются, это не означает, что вы, как вы правильно заметили, сразу к России побегут покупать у нее эти товары. Нет. Есть другие поставщики, к которым также за это время работы с санкций привыкнут и скажут, ну, мы привыкли уже без России работать. Зачем, так сказать, возвращаться к работе с ней, когда вот есть другие поставщики, чего бы нет. И наладить Россию это будет сложно. То есть бизнес прекрасно понимает, что чем дольше затягивается война, которую начал Путин и его окружение, тем ниже вероятность того, что даже после снятия санкций у них опять бизнес будет из южа. Просто потому, что будут другие игроки, которые найдут, что делать. Тот же алюминий, ну, и Соединенные Штаты Америки, и Канада, они также его производят. То есть глинозем, он не только в России присутствует, он и в Африке присутствует, и в других странах. То есть элементарно его можно договориться, а его закупки и иметь мощности по переработке глинозема в алюминии, ничем нет. Со сталью тем более огромное количество предприятий, в той же Японии, которые эту сталь производят. Тоже Ниппанскилл, одна из крупнейших мировых производителей стали. Я уже молчу про Китай, где огромное количество эти гигантов, которые стали плавильные, которые стали заниматься. То есть здесь для России все четче вот эта картина выпиливания из мировой экономики. И что самое страшное для них, это то, что вернуться будет сложно. Просто потому, что святое место пусто не бывает, ее будет потихоньку занимать другие. В игре металла вот я постоянно обращаю внимание на то, что пока еще не трогают Титан. Огромная зависимость, и мы видим, что когда первая страна, которая вела санкции по Титану, Канада, собственно, предприняла этот шаг, в скорости они отыграли его обратно, сделала в исключение для компаний, которые в авиастроительной области, но, по сути, в основном авиастроении является основным покупателем Титана. В нашем мире только две такие крупные компании. Это, собственно, Boeing и Airbus. И как раз по иронии Airbus в Канаде. Вот они попросили снять санкции Канады. Была просьба, да. Да, поэтому здесь сложности есть. Но, кстати, очень быстро хочу по поводу еще одного момента. Иван, у нас очень мало времени, к сожалению. Или вы вложитесь в минутку? Я в минуту вложусь. По поводу того, чтобы Россия стала основной спонсором терроризма. Американские юристы говорят, если вы этого добьетесь, американские суды смогут принимать иски к России по возмещению вашим гражданам, собственно, ущерба. Поэтому важно не забывать о том, что это надо сделать. Обязательно как-то обсудим, Иван, при ближайшем случае и при ближайшей возможности. Спасибо за разговор. Как всегда, вам рады. В эфире телеканал «Фридем» Иван Ус, кандидат экономических наук, главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований. Был с нами на связи. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале «Фридем». «Фридем» – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.